Привет, привет, приветик. Привет. Сегодня мы с тобой будем распечатывать, распаковывать посылку с книжечками. Я заказала 7 книг, 7 бумажных книжечек. Довольно тяжёлая такая посылочка получилась. Вот. И сейчас будем всё доставать отсюда и смотреть, обозревать то, какие книги пришли. Немножечко полистаем с тобой книжечки. Покажу тебе, что интересного. Я заказала вам. Очень много плёнки. Я не знаю, как с чего начать. Я сейчас еле разобралась с упаковкой. Она была нереально шумная и книги замотаны. Были плёнкой. Очень-очень толстым таким слоем. Плюс пупырка. Очень-очень много слоёв завернули. Я заказывала эти книги через сайт интернет-магазин книг. Там довольно много скидок. И мне также тут промокоды дали. В общем, две брошюрки такие с промокодом. Скидка 20% на дальнейшие покупочки книг. Брошюрки убрала в сторонку. Вот такая вот закладочка. Такая вот закладочка ещё здесь получается. Вот так вот это всё было запечатано таким вот образом. Как сейчас. Забери свою коллекцию классиков. Рэйб Рэдбери. Рэйб Рэдбери. Главное не переставать удивляться. Вот такая вот закладочка. Ну, всегда, даже любая мелочь, в дополнение какая-то, она всегда приятна. Вот так что теперь можно использовать эту закладочку. И Рэйб Рэдбери это круто, что с портретом, при том такая двусторонняя закладочка. Не знаю, для чего тут штрих-код. Какой-то штрих-код ещё зачем-то. Вот так вот. Главное не переставать удивляться. Такая складочка. Далее, что у нас идёт. Джордж Оройл Скотный двор. Джордж Оройл Скотный двор. Джордж Оройл Скотный двор. Такой вот кабанчик. Классная, по-моему, иллюстрация очень. Мне нравится такая. Здесь иллюстрация. Такой вот кабанчик. В военной форме. Интересно выглядит. Здесь пёрышко на шпилечке какой-то, на булавочке. Пёрышко на шляпе. Очень интересно, интересно. Вообще, интересные такие тоже книги для размышлений. Очень поднимают обычно Джордж Оройл социальные вопросы. Но я, конечно, у него ещё одну только книгу не знаю. Вот. Но, по-моему, интересно. Будет почитать. Да. Джордж Оройл, писатель, имя которого стало символом жанра антиутубии. Автор культовых «1984» и «Скотного двора» произведений, которые обсуждали до хрипоты много лет назад и продолжают столь же страстно обсуждать и сегодня. Его произведения неоднократно экранизировали. Но даже самый лучший фильм не в силах передать всей мощи отчаянной и жестокой Оройловской прозы. В эту книгу включены не только легендарная повесть, притча, Оройловской прозы, и эссе разных писателей. Литература и тоталитаризм. Писатели и ревиафан. Заметки. Анационализм и другие. Да. Вот такая вот очень интересная книжечка, я думаю, будет. Такая вот книжечка для размышлений тоже. Но больше тут поднимаются такие социальные вопросы в его произведениях. Да. Будет интересно почитать. Вот, конечно же, после прочтения этих книг я буду более подробно обозревать их, рассказывать, делиться своим впечатлением. И также потом можно будет у меня же их приобрести по желанию. Вот. Дальше. Как-то в разнобой положили книги. Здесь две замечательные книги Стивена Кинга. Вот это вот в твёрдом переплёте. Мешок с костями. Такая увесистая книжечка. Увесистая книжечка. Мой любимый Стивен Кинг. Ого, здесь аж. Аж, аж, аж. 639 страниц произведения. Мешок с костями. Мешочек с костями Стивена Кинга. Твёрдым переплётем. Стивена Кинга, конечно же, обожаю. Обожаю Стивена Кинга. Сзади, по сути, стандартная информация. Ну, конечно, есть какие-то отличия ещё. Но, в целом, всё то же самое, да, что я частенько читала. Читала тебе в ASMR-обзорах на его книге Стивена Кинг. Один из самых популярных писателей нашего времени. Да, вообще очень-очень классный портрет. Вот здесь его фотография такая. Интересный такой человек на самом деле. И много в его произведениях. Такие психологические моменты, аспекты раскрываются. Здесь замешаны не только на какой-то мистике, но и на психологии человека. Очень много чего интересного. И социальные вопросы также частенько раскрываются в его книгах. Вот. Очень интересным будет. Будем почитать. Будем почитать. Между легкостями. Дальше ещё идёт. Обалдеть какая! Какая увесистая тоже толстенная книжечка у нас. Толстенная книжечка просто. Сколько здесь страниц интересно. 858, даже больше 859. Так. Здесь тонкий переплёт. Толстенная книга. Нужные вещи. Нужные вещи. Ворон. Ворон. Горы. Нужные вещи. Вот. Мне очень хотелось давненько уже эту книгу приобрести. И мне кажется, что я не пожалею о том, что её прочту. Так. Стивы. Кинмэк. Вот. Потрясающее произведение. Потрясающее. Ну вот я думаю, что эти будут не хуже. Ну прочитаю. Потом расскажу тебе более подробно, что к тебе будут. Вот. 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 Дальше Дальше у нас идёт психология. Психология. Простейший завет. Ну, посмотрим простейший завет физикой любви. Посмотрим. Посмотрим. В любом случае, я считаю, что нужно всю поступающую информацию извне фильтровать, очень-очень сильно фильтровать, читать и фильтровать. Брать только самое лучшее, самое полезное. Так, ну, тут книга, в принципе, не сильно большая, к тому же крупным шрифтом. Прочитать её труда особого не заставит. Да, такой очень крупный шрифт. Крупный шрифт. Так. Посмотрим, что у нас тут интересного будет. Так, дальше у нас, дальше. Что у нас идёт? А это же любовь. Книга, которая помогает семьям, что объединяет крепкие пары. Как правильно ссориться, почему из отношений уходит страсть, почему отношения не складываются. Тоже, думаю, будет очень полезная и интересная книга. Когда я её прочитаю, обязательно поделюсь своими впечатлениями, что интересного можно почерпнуть из этой книги. И, конечно же, после того, как прочту её, я могу прислать кому-нибудь, кто заинтересуется в этой книге. Вот такая вот книжечка значит в твёрдом-твёрдом-твёрдом-твёрдом переплёте. Твёрдый такой переплёт. Идеальные пары никогда не ссорятся, не устают, не раздраждают друг друга и не существуют. Вот. В общем, я уже даже с этим утверждением, ну или как там, выражением согласна на сто процентов. Ссориться это нормально, по сути, да, и как правильно ссориться, посмотрим. Что скажет об этом эта книжечка, посмотрим. Возможно, даже тут найдутся какие-то моменты, с которыми я согласна и с которыми потом в дальнейшем обязательно поделюсь. Как понять, подходите ли вы друг к другу, что происходит с любовью, когда исчезают бабочки в животе? Что обязательно нужно сделать до вступления в брак? Что такое настоящее, а не отфотошопленная семейная жизнь? Так, кто в семье хозяин, как делится бюджет, можно ли назначить свидание собственного мужа? И где ночуют не спящие дети? Ну тут очень много всего интересного, думаю, будет. Вот. Должна сказать, ну вот эта вот мне очень понравилась и полностью, полностью согласна с этим. Так, посмотрим потом, что тут. Какую информацию нам дадут. Книжечка потолще будет, потолще, чем предыдущая по психологии. Будет что почитать обязательно, да? Так, 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 так. И что у нас осталось? Михаил Литвак. Михаил Литвак. Я уже показывала тебе ранее книжечки, но на стриме точно. Зара Готфрид, Зара Готфрид, биохакинг с умом 8, крайней полноценной жизни. Этот момент можно, по сути, применить не только, думаю, для женщин, но и для мужчин тоже. Так. Будет полезно почитать, я думаю, да. Но здесь, конечно, больше для женщин, думаю, как-то, но и мужчинам тоже полезно ознакомиться. Биохакинг, с умом биохакинг, с умом голливудский врач-гинеколог, врач функциональной медицины, сторонник интегративного подхода. Вот так вот, вот так вот. О проблемах со здоровьем Зара Готфрид знает, не понаслышке. Вот, в общем, будет интересно. Улучшайте свой сон. Посмотрим, довольно объёмная книжечка, в общем-то, тоже с такими табличками всякими интересными. Токсины мозга, разрушителей клеток, алкоголь, хронический стресс. Я думаю, полезно будет почитать, очень полезно. Прям максимально полезно. Для тех, кто хочет привести себя в порядок, улучшить себя, как-то организовать себя, будет полезно. Тоже вопросы детоксикации, в общем, очень много всего полезного и интересного. Полезного и интересного, да. И последнее, что нам остался, наш Литваков Михаил Литвак. Большая книга по семейной психологии. Большая книга по семейной психологии. Вот так вот выглядит обложка, довольно такая радостная, монтяжная обложечка интересная, да. Большая книга по семейной психологии. Креженцы, крупный муж и жена одна, сатана от страсти до ненависти. Дерьмо любимому человеку не подсовывают. Уже интересно, правда? Очень приятно листать эту книгу. Так. Воспитание воспитателей, кто имеет право заводить детей. Тоже очень интересный вопрос, между прочим. В общем, я думаю, не зря все-таки эти книжечки приобрела. И будет интересно и полезно их почитать. Обязательно я с тобой тоже поделюсь информацией различной, которые посмотрю здесь по черпану. И если захочешь потом приобрести эти книги, обращайся ко мне в Инстаграм. Вот. Я думаю, будет интересно и полезно это все. Узнать, почитать. В общем, я уже как бы под впечатлением от, особенно некоторых книг, будет с чем ознакомиться. Что полезного узнать, но, естественно, нужно всю информацию, поступающую извне, пропускать через очень такой хороший добротный фильтр. Да. Кинофонд зависит от папы, а нервы от мамы. Интересненько. Вот тоже такая вот информация, да. Так вот выглядит это тоже все. Ну вот так вот это выглядит. Неопрезойденный мастер по распутыванию самых сложных семейных психологических проблем Михаил Литвак вновь удивляет нас своими открытиями тайн человеческих душ. Очень интересно, правда. Очень интересно. У него книжечки интересненькие, полезные, 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 полезные книжечки. Посмотрим. Ну что же. Думаю, будет с чем ознакомиться, что почитать, чем поделиться с тобой. А на этом, я думаю, будем завершать с тобой продажу. Здесь было приятно, интересно, расслабляюще. Такая распаковочка, ознакомление с книжечками. Очень такой общий обзор. Ну что же. Тогда, думаю, пора отдыхать и приниматься за чтение книжечек. Пока-пока. Пока-пока.